Одесская Академия продолжает стремительно развивать IT-направление. Президент ВУЗа Сергей Кивалов подписал очередной договор о совместной деятельности с ведущей европейской технологической компанией Infomir, продукцией которой пользуются более 30 миллионов человек во всем мире. Договор предусматривает трудоустройство выпускников факультета кибербезопасности и информационных технологий. Это один из важнейших приоритетов деятельности юридической Академии на протяжении более чем 20 лет. Подробнее о перспективах, которые ожидают студентов и выпускников признанного лидера в сфере высшего образования в нашем сюжете. Студенты факультета кибербезопасности и информационных технологий Одесской Юрокадемии будут трудоустраиваться в ведущей европейской технологической компании Infomir. Это закреплено в договоре о совместной деятельности, который подписали президент ВУЗа Сергей Кивалов и руководитель компании Smart City, компании Infomir Павел Мараховский. Infomir – оператор нового поколения в сфере предоставления телекоммуникационных услуг. Команда компании специализируется на проектировании, разработке и производстве промышленной и бытовой электроники, систем автоматизации, сервисе и разработке программного обеспечения. Infomir – это одна из самых крупных организаций. Ее филиалы находятся за рубежом. И во Франции, в Швейцарии, в Германии. Для того, чтобы научить их сегодня, нужна хорошая материальная база, теоретическая подготовка и необходима практика. Вот таких специалистов и готовят в Национальном университете и юридической академии. Вы знаете, я горжусь то, что мы создали факультет именно кибербезопасности информационных технологий. Такие специалисты нужны в любом ведомстве, приглашаю всех выпускников. Поступайте на факультет кибербезопасности информационных технологий и у вас будет успех, у вас будет будущее. Компания известна благодаря успешным проектам, таким как «Умное освещение», применяемое при строительстве Международной академической школы Одесса. Одна из технологий, которую компания буквально в начале этого года привезла в Украину – это 3D-принтер от Хьюлит Паккарт. Благодаря этому медработники университетской клиники Мединститута Международного гуманитарного университета и Центра по защите от пандемии COVID-19 были обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Многоразовые респираторы изготовили по уникальной технологии на 3D-принтере. Таким образом, компания «Инфомир» дает возможность студентам познакомиться с 3D-производством уже в промышленном масштабе. Сегодня это первая в Украине компания, которая имеет собственную промышленную линию 3D-печати HP JetFusion 5210. Мы подписали сегодня договор о сотрудничестве с Сергеем Васильевичем Киваловым. О сотрудничестве будем надеяться, что это будет плодотворное и долгосрочное сотрудничество. Для того, чтобы идти в ногу со временем и помогать студентам, также использовать технологии, которые находятся на грани индустрии. То есть такие, как промышленная 3D-печать, такие, как по приоритарной библиотеке, процессоры и подобное, чему мы имеем доступ благодаря нашей индустриальной активности и участию на рынке. Соответственно, коллаборация со студентами и возможность трудоустройства. Факультет кибербезопасности и информационных технологий обладает лучшей материальной базой, которой нет ни в одном из вузов страны. Для учебных аудиторий закуплены более 500 самых современных компьютеров. Действует Центр кибербезопасности и информационных технологий и первый в Украине IT-центр. Также студенты вуза активно осваивают новые технологии. На базе факультета создана лаборатория робототехники и IT. Также приобретен 3D-принтер для изготовления разного рода моделей. Сразу же после подписания договора о совместной деятельности состоялась презентация чат-бота, разработанного специалистами факультета кибербезопасности и информационных технологий. Программа работает в приложении Telegram и позволяет студентам получать полную информацию об учебном процессе, а абитуриентам дает возможность пройти онлайн-экскурсию по всему университету, получить информацию об интересующих специальности, задать вопросы и получить ответы в режиме реального времени. На нашем факультете уже были стажировки и договора с киберполицией, а также с компанией KeepSolid, с которыми мы очень тесно сотрудничаем и постоянно даем возможность студентам обогащать свои знания. Я получил практические навыки в пользование некоторым, так скажем, софтом, которые наверняка помогут мне в будущем. И я уже определился более-менее с тем, кем я хочу быть. И сейчас я буду только накоплять еще больше свой опыт для того, чтобы быть специалистом в этой области. Наш факультет подписал контракт с информированием, который как раз-таки закупил для нашей лаборатории 3D-принтер, с которым я как раз сейчас работаю. 3D-монделирование, 3D-печать. Я на самом деле получил огромную базу навыков в 3D-моделировании, в 3D-печати. И это помогло развить мои креативные способности и приблизиться больше к технике будущего. Потому что за 3D-принтерами на самом деле большое будущее. Одесская Юрокадемия имеет и другие собственные разработки в сфере IT. Лаборатория информационных технологий разработала первое в Украине мобильное приложение, которое позволяет оперативно ознакомиться с расписанием лекций и ориентироваться в учебном кампусе. Ранее ученые университета разработали уникальный чат-бот Милана. Помощник преподавателей студента, который дает возможность ознакомиться со всеми учебными материалами и просмотреть лекции по той или иной учебной дисциплине. На сегодня факультет кибербезопасности и информационных технологий активно сотрудничает с киберполицией. Подписан меморандум о сотрудничестве с Министерством инфраструктуры, ведущими IT-компаниями, такими как KeepSolid. Одесская Юрокадемия ждет тех, кто стремится получить современную, востребованную и высокооплачиваемую профессию. Готов при этом усердно трудиться и постоянно повышать свой уровень знаний.